Добрый вечер, господа, у микрофона Юрий Пранько, это ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время», и я приглашаю сегодня к разговору всех вас, потому что речь пойдет о, как мне представляется, крайне важной теме. Эта тема практически ежедневно находится в поле зрения журналистов, по крайней мере, приезжая на работу, да еще на самом деле в пути, я замечаю о том, что происходит на наших с вами дорогах. Буквально сегодня на перекрестке я вижу, как пешеходы идут на красный свет. Я не понимаю их, я правда их не понимаю. Куда они спешат? Ну, я могу понять, что жизнь тяжела, я могу понять, что в этой суете повседневности вопрос времени является принципиальным, но эта спешка может закончиться и заканчивается весьма печально. Это, с одной стороны, это пешеходы, а с другой стороны, я не знаю, кто это, это не водители, это какие-то чудаки, которые у нас могут передвигаться на красный свет светофора, при этом еще обозначая сигналом свое присутствие, типа, вы тут отойдите в сторону, я тут весь из себя великий еду, да? Все это приводит к страшным, страшнейшим трагедиям и катастрофам, и дня не проходят, чтобы мы об этом не говорили. Тема сегодняшней программы «Убийцы на российских дорогах». Что с ними делать? Вот с теми, кто выезжает по пьянке, с наркотическим опьянением, да и абсолютно в трезвом состоянии, но почему-то нарушает элементарные правила дорожного движения. Я представляю гостей здесь, в московской студии «Финам.ФМ». Это Вячеслав Субботин, заместитель главного редактора журнала «За рулем». Вячеслав, добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. И Сергей Радько, адвокат, эксперт Межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». Сергей, добрый вечер. А свои письма, дамы и господа, вы можете направлять на наш портал финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете не только слушать, но и смотреть нас. Кроме того, многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Для ваших звонков я также подключил свой личный аккаунт в Твиттере. Можете и туда писать. Вячеслав, на ваш взгляд, вообще что происходит? Или ничего нового не происходит? Или вот у меня, знаете, такое перевозбуждение? Потому что я на самом деле, я уже дня не проходит, чтобы вот про себя, да, про себя дети не позволяют, не употребил крепкое русское слово. Причем как в адрес водителей, так и в адрес пешеходов и водителей общественного транспорта. И не потому что я такой весь из себя, да, вот белый и пушистый, а потому что, ну правда, слушайте, что происходит на наших дорогах? Происходит сейчас количественный скачок. Вот, он, конечно, не перерос еще в качество, я надеюсь, что это случится, но автомобилей стало много. И после кризиса их стало еще больше. Там случился кризис, потом продажи пошли вверх, и автомобилей стало много. И садятся за руль, увы, новички. Ну, в основном новички. В основном пополняются за счет того, кто рулить-то, в общем-то, толком-то и не умеет. Они составляют движение. Они и определяют характер движения в мегаполисе. В частности, в Москве, в Санкт-Петербурге, да в любом другом крупном городе. Мало того, скажем, такой косвенный показатель, как продажа машин с автоматической трансмиссией, да, с автоматической трансмиссией, как коробкой передач. Их сейчас продается чуть ли не половина, а скоро будет и больше. И это показатель того, что люди садятся, те, которые не умеют ездить. Ну, тоже косвенный показатель, но тем не менее. Вот мы и получили, что у нас аварий полно, что у нас, как со стороны пешеходов, ну, по большей части со стороны водителей. Все-таки они несут ответственность, они несут ответственность в соответствии с законом. Ну, как нести ответственность, если она идет, вот она идет. Он обязан остановиться. Это понятно. Нет, в правилах это написано. Это нужно читать, выучить и знать, как отче нас. Должен принять все меры к немедленной остановке. Даже если он пешеход 300 раз нарушает. Вот 300 раз. Вываливался, он пьяный. Затормози. Если ты не имел технической возможности затормозить, избил пешеходов, тогда будут рассматривать. Кстати, это одна из таких штучек, о которых автомобилисты не видят. Я, может быть, расскажу о ней чуть попозже. С другой стороны, вот новички за рулем. То есть количество машин кратно увеличилось, появились новые водители, которые, мягко говоря, не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют движение. Это отсутствие инженерных сооружений на дорогах, пешеходных переходов, развязок, подъездов, парковок. И все это создает небывалый хаос. Вот сейчас мы пребываем в небывалом хаосе. Даже Китай уже стал проходить эту стадию. Он уже прошел, ну, практически прошел. Там машин гораздо больше, чем у нас. Гораздо больше. И пробки там дикие. Но они уже это проходят. А у нас еще вот... Никакими законами мы, кстати, эту ситуацию сейчас не поменяли. О законах я еще хочу чуть позже поговорить. Никакими законами. Это должно... Ну, естественный эволюционный процесс. Я думаю, что нужно начинать, конечно, со всех сторон. Как с автомобилистов, так и с инженерных сооружений. Но, Вячеслав, простите, получается, что эта эволюция будет писаться кровью. Да. Через это все проходили, да. Да, увы. Это Вячеслав Суботин. Сергей, ваш взгляд? Ну, если говорить о проблеме роста ДТП, в том числе и те, которые громкие обсуждаются в последнее время, то здесь я с Вячеславом соглашусь. В последнее время наблюдается огромный рост автомобильного парка. И, кстати, наблюдается огромный рост человеческого населения. В городах, в частности, в Миллённиках, типа Москвы. Поэтому, чем больше машин, чем больше пешеходов, тем больше пешеходов с машинами сталкиваются. И машины с машинами тоже. Поэтому статистическая ДТП, она может расти. Но, наверное, все-таки нужно еще сказать о том, что все-таки не в наших правилах соблюдать законы, к сожалению. И законы, в том числе правил дорожного движения, далеко не всеми соблюдаются, и чтобы привести примеры, нужно просто открыть либо интернет, либо включить телевизор. Мы видим съемки с видеорегистраторов, которые сейчас у всех почти есть. И мы видим, как действительно, кстати, не пьяные, абсолютно вроде бы адекватные, трезвые люди едут на красный и собивают пешеходов на нерегулируемом переходе, выскакивают на встречку. И при этом, кстати, зачастую бывает, что последствия гораздо более тяжкие, чем когда сидит пьяный за рулем. Поэтому то, что сейчас в последнее время очень резко стало обсуждаться проблему пьяных за рулем, она, на мой взгляд, слишком надумана. Потому что, если взять даже ту же статистику, сколько в Москве автомобилей? То ли 3, то ли 4, то ли 5 миллионов. И мы имеем в среднем там 1-2... Какой интересный разброс. То ли 3, то ли 4, то ли 5. Никто не знает, потому что, сколько у нас зарегистрировано в Москве, это одна цифра. Сколько приезжает из области, из других регионов, тоже неизвестно. Кстати, из других регионов тоже очень много номеров видно на улицах Москвы. То есть в среднем, то ли 3, то ли 4, то ли 5 миллионов автомобилей. А то и больше. Да, у нас случается вот последняя авария, да, там 1-2-3 в месяц. Вот жуткие последствия с пьяными. То есть на самом деле, наверное, проблема, ну, просто слишком перенагрет вопрос с этим. Не совсем так явно стоит проблема, что пьяные за рулем. Но когда, да, я вот сижу в эфире, и я на тасовке, то, что называется на профессионализме, да, значит, на ленте вижу сообщение с Минской, я сижу в эфире, реально, да, и я вижу это сообщение, у меня волосы начинают подниматься дыбом. Такие происшествия были и раньше, но дело в том, что сейчас у нас очень развитые средства массовой информации, те же социальные сети, поэтому мы о них узнаем чуть ли не через 5 минут после происшествия. Может быть, лет 10 назад такие происшествия тоже были, но мы о них не знали, не слышали. Да нет, знали бы, Сергей, все знали бы. Чего тут не знать? Совершилось громкое ДТП. Я тоже не помню, чтобы 5-7 пешеходов сразу погибало. За раз 7 человек снесли. Девушка ехала нетрезвая, где там, в Купавне она ехала, да? Под Ногинском, да? 5 человек снесла. Она что, трезвой была? Ну, так вот, это проблема. Напомню, еще один случай. В 2006 году пьяный врезался, по-моему, в колонну курсантов Рязанского училища под Рязанью. 6 человек погибло, он получил то ли 6, то ли 7 лет. Скоро 10 лет назад. Слушайте, вот вопрос по пьянке, это такой надутый вопрос? Нет. Или это реальный вопрос? Я бы не сказал, что совершается только пьяными. Потому что после Минской, да, значит, там, по-моему, только ленивый в Госдуме или где-нибудь в Совет Федерации не сказал там, маму вашу, да, мы там вас сейчас всех построим. По жизни насажать, по жизни лишать, и что только нельзя. Ну, то есть это популизм? Нет. Нет. Нет, это не популизм. Я считаю, что это никакой-то не популизм, а проблема назрела, ее нужно решать. Только перед этим нужно кое-что поменять. Перед этим, вот не просто взять и назначить, а, давайте смертную казнь, будем отрубать бошки. А давайте ГАИ снесем бошки. Им бесполезно сносить уже, их просто нужно реформировать, перевести. Не так хочется провести смс-голосование, вы бы снесли бошку, да, ГИБДД. Но я не буду проводить такое. Заранее предсказуемый результат будет, да? Хватит вообще с этой дорожной полицией заниматься. Хватит, ее нужно переводить в МВД. Все, это должна быть структура МВД. Ну, как в любом, любой полицейский, он полицейский в Нью-Йорке. Ну, она и так вроде МВД. Да, подожди, а вот я тоже говорю, а они не в МВД? Кто? Нет, они в МВД, но я имею в виду, хватит ее выделять в отдельную структуру, которая руководит только на дороге. Пусть вообще за порядком следят, это их функция. Вообще, как обычная полиция. Тогда обычная полиция будет заниматься порядком в дорогах, и будет полный бардак. Да, вот это... То есть любой ППС будет стоять на перекрестке, то есть мы тут получаем... Да, Сергей, эту сказку нам рассказывают уже, я слышу, лет 30, вот как только поступил в журнал «За рулем», да еще и раньше, это рассказывают. А что же, как же объединиться-то вдруг? Что же это случится-то? Там одни колхозники в полиции работают, колхозники в полиции работают, а пустите их на дороге. Они разговаривают с водителем, не умеют. А эти что, умеют, что ли? А эти умеют. А эти умеют. Позвольте, я вставлю слово. Вот что касается сотрудников госавтоинспекции, да, они все-таки худо-бедно, хоть немножко знают тот самый кодекс, по которому работают, пишут протоколы ежедневные и так далее. Но те протоколы, которые пишут дежурные по любому райотделу, это просто, извиняюсь, бред сивой кобылы. То есть если... Да, 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 глубоко уходим. Мне так неприятно прерывать вас, но тем не менее я вынужден. У нас сейчас пойдет выпуск новостей о том, что реформа не пошла, Вячеслав, я это услышал на прошлой неделе от господина президента. Будучи на одном с ним форуме, да, значит, как он сказал, тут у нас этим должна заниматься милиция или, как это нынче модно говорить, полиция. Цитата Владимир Путин. Да, я слышал это. 19 часов 18 минут, реальное время, Финам-ФМ у микрофона Юрия Пронько. Знаю, что многие из вас сейчас толкаются в пробках, но тем не менее я не издеваюсь, а предлагаю вам и моим сегодняшним экспертам поговорить на очень важную и принципиально важную тему. Это ситуация на российских дорогах. То, что нас практически каждый день беспокоит, ввергает в уныние. Вот вчера ушла из жизни, погибла Марина Голуб. Это, в общем-то, страшная, действительно, трагедия для тех людей, кто ее лично знал. До этого Минска. А до этого, на самом деле, каждый день. Вот не такие громкие имена, да, не такие громкие фамилии. Что делать? А кому что отрывать? Пожалуйста, 651099,6, код Москвы 495 и финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Сергей, я вас прервал перед новостями, да. Вы хотели какую-то мысль вот высказать. То есть я хочу понять, если это и было раньше, да. Если СМИ теперь такие крутые. Это, я считаю, комплимент с вашей стороны был сказан, да. Что мы там через 5 минут, мы уже через минуту можем сообщить, на самом деле. Были бы связи в определенных органах. И эта новость будет, да. Но вот на ваш взгляд, что у нас происходит? Вот сознание. Меня беспокоит, знаете, даже не то, что количество машин увеличилось. А меня беспокоят пьяные. Потому что я от них не защищен никак. Я вообще никак не защищен от них. От этих уродов. Потому что это уроды, которые сидят, садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения или наркотического опьянения или какого-то другого иного опьянения. Вот выход в чем? Вот смотрите, вот на мой взгляд, сейчас происходит в сознании тех, кто сидит за рулем, разложение на две крайности. Те, кто правила соблюдает, он их старается все больше и больше соблюдать, потому что у нас везде висят камеры, можно попасть под фотографию и так далее. А те, кто нарушает, продолжают нарушать, потому что они каким-то образом эту проблему решают, откупаются. Мы же знаем. Нет, давайте так. Вещи называть своими именами. Мы знаем, как они решают. И это собрегается с функциями госавтоинспекции, о которой говорил Вячеслав. То есть их пора уже свернуть им голову в другом направлении. Получается, что те, кто привык на правила плевать, он продолжает так ездить. И это происходит все. И мы расходимся в разные стороны. Кто-то нарушает постоянно. Ведь информация, допустим, по тому же... Расходимся в разные стороны, а дорога одна. Да. Сходимся только на дороге, к сожалению. Вот как происходит ДТП. Вот говорят по поводу виновника смерти Марины Голов, что якобы у него там несколько лишений за пьянку, встречку и так далее. То есть, если поднять статистику, то получается, что те, кто совершает такие преступления, у них, как правило, в послуженном списке неоднократные грубейшие нарушения правил дорожного движения. Это правда. В первый раз что-то я не припомню. Он подозреваемый, да, еще? Он уже подозреваемый. Пока он не задержан, то есть, он в профессиональном статусе не пребывает. Он неизвестен, кто был за рулем. Только суд, решит суд. Нет, подозреваемый может стать на стадии следствия, если будет раз. Но у владельца этого автомобиля, который протаранил автомобиль, такси, да? К нему есть вопросы, наверное, к собственнику, на котором машина зарегистрировала. Нет, у него были уже прецеденты общения с ГИБДД. Вот я об этом и говорю, да. Но почему-то его называют то ли виновником, то ли участником, хотя пока это неизвестно. То есть, на месте он задержан не был, а где он находится в настоящее время непонятно. Цена вопросов. Цена вопросов. Все имеет цену, понимаете? Вот от этого меня в шок берет-то больше всего. Я здесь согласен, наверное, с Гостоевным Субботиным, потому что я не знаю, что делать с ГИБДД. Я правда не знаю. С этой конкретной конторой, да? Ведь за эфиром мы с вами все говорили и знаем. По крайней мере, я так скажу, предположительно, да, из очень достоверных источников, конкретные направления здесь, в Стольном Граде, имеют конкретную цену вопроса. Я имею в виду с точки зрения регулирования движения и сбора, податей. Чтобы туда попасть, надо заплатить. Чтобы туда устроиться на работу. Да. Нужно отстоять очередь. Вячеслав, вот что делать? Ведь все все понимают. Все все понимают, только пока, так сказать... Ну вот что делать с ГАИ? Пока мы еще, видно, заплатили мало. Каждый год примерно... Крови. Крови мало. Да, да, да. Примерно 300... Примерно 30 тысяч погибших. 30 тысяч. По 100 человек в день в среднем. Маленький город, на самом деле. 30 тысяч. Не очень маленький, кстати. Каждый год. Мы забываем о том, сколько изувеченных, те, которые живы. А их 200 тысяч. 200. Каждый год. Каждый год. Представляете? 200 и больше. Когда эти цифры смотришь, там погибшие, ну да, погибшие, а еще изувеченные. И, ну, я не знаю, сколько должно еще продолжаться, но пришла пора уже заниматься, да? И начинать нужно, как мне кажется, с ответственности всеобщей перед законом. Каждый равен перед законом, особенно дороге. Вот каждый равен. Не прокурорский человек. Я понял, что это неосуществимо. Осуществимо. Это реализуемо. Как? Как в стране, где власть вообще чихать хотела на это сама, да? Ну, не хотела она чихать, конечно, Юрий. Не хотела она чихать. Они тоже из народа, да? Когда-то были из народа, да? Я это помню, эту прискость. Вышел из народа, да, парень? То есть вот все равны перед законом. Но есть же... Но мы же с вами понимаем, что будут еще ровнее. Нет. Должен быть минимум. Вот тот минимум людей, которые, да, могут стоять над законом. Ничего с этим не поделать. Они есть во всех странах, да? Я помню, на самолет чуть не опоздал, потому что Обама там помчался. А мне надо было перейти. Меня так швырнула охрана. Подождите, Вячеслав, почему вы иск не подали? Вы же выиграли бы. Вот сто процентов вы бы. В Америке, Ва-Бам, может быть, выиграли бы. Выиграли бы. А, подождите, это где произошло? Здесь или там? Там, там. Там? Там выиграл бы. Да ничего бы я не выиграл. Летел бы я, как миленький, под колеса или скрученный бы. Вообще бы опоздал бы. И ласты бы мне склеили. А, ну, миграционная служба, опять-таки, может потом завернуть. Я тоже это прекрасно понимаю. Выкинули. Вот есть такая каста людей. Да, верховных. Но все-таки это небольшое количество людей. Но прокуроры всех мастей, вот тут последний, да, несся, вот сбил на встречной полосе. Затонированные стекла. Плевать он хотел на законы. Плевать. Да я сам недавно встретил такого. Здесь у нас. На улице Чатуряна есть видеосъемка. Да я сам такого только что встретил. Еду там, там рядом с Башиловской улицей, есть ромайные пути. Еду, выскакивают на встречную полосу. Выскакивает автомобиль с затонированными стеклами, шестерка, ауди, мчится. И, как назло, ей гаишник навстречу. Прям вот в лоб-в-лоб они между собой остановились. И смотрю, ну, думаю, ну, сейчас он наглеца-то накажет. И через ровно 30 секунд он взял, поехал. Я тоже останавливаюсь, подхожу, показываю удостоверение. Говорю, почему отпустили? Он прокурор. И что? Все. У него есть положение по закону. Какое положение? По закону. По закону. В законе такого нет. Вот именно. Нет, по поводу неприкосновенности такого нет. Нет, нет, он может написать... Просто порядок привлечения очень сложный. Он не может привлечь его. Теоретических можно привлечь, даже депутатов можно привлечь. Это неважно. Он должен написать рапорт в прокуратуру. И прокуратуру уже будет рассматривать. Не суд будет рассматривать. А вот с какого перепуга-то эти деятели прокурорские? Потому что закон такой. Вот такой закон. Я бы сказал, не закон, а его понимание сотрудниками госавтоинспекции и прочего. Ну, Сергей, ну, Сергей, там нет... Там ты должен по этому закону, ты должен написать предписание, что он нарушил. И отправить его. Не в суд, никуда. И, кстати, например, что касается тех же... А начальнику, этому начальнику, ну, он придет, скажет, слушай, Семенович, ну, ты вообще-то хватит постричь на полосе-то ездить. Ну, или ты ездишь, ну, ты как-нибудь это... Ну, вот что касается те тяжких нарушений, допустим, той же пьянки за рулем, да? Кстати, в отношении прокурорских работников нет запрета на применение меры обеспечения, то есть задержания автомобиля. Ну, конечно, такие случаи не встречаются, потому что ни один сотрудник госавтоинспекции на это не решится. Почему? Вот кто? Вот эти прокурорские, это кто? Это боги, что ли? Прокурорские, они, к сожалению, по положению выше сотрудников госавтоинспекции и МВД. Да, да, и все. Поскольку всегда прокуратура надзирала за МВД. Значит, закон един для всех. Первое. Как только закон един для всех. И для прокурорских в том числе. Для прокурорских в том числе. Я бы сказал, в первую очередь. Да, и в первую очередь. Они же типа у нас надзирают за исполнением закона. И в первую очередь. И тогда дальше можно прищучить любого нарушителя. Кстати, нарушителей на самом деле не так и много. Все, кто беснуется на дороге, их на там тысячу автомобилей приходится один-два, которые проносятся среди. Так и пьяных. Пьяных их тоже немного. Их просто нужно исключить из движения. Как их исключить из движения? Существует несколько методов. Но они есть. Скажем, это законодательно. Сажать срок. Сажать, да. Да, срок. Планируется такая мера, обсуждается. Дифференцированно подходить к этому. Да, если ты в стельку пьян, то все у тебя сразу там пожизненно. Если у тебя там 0,3 промилле, тебя отпустили. Вернуть нужно эту норму. Вячеслав, вот поддержал бы, знаете. Вот именно это и обсуждается сейчас. Я спотыкаюсь, опять-таки, о первую позицию равности перед законом, мы понимаем, что ее нет. Второе. Я спотыкаюсь о ГИБДД, потому что там тоже люди, причем грешные, как и мы все. И, соответственно, ну вот ты в стельку пьяный, и не дай бог ты кого-то что-то там травмировал, допустим, да? Значит, ну цена вопроса будет вот такая, друг мой. Если нет, то сядешь, да, по жизни. Увы, значит... Как быть тогда? Как быть? Объясняю. В Америке тоже, знаете, и наркотики есть, и преступления есть. И знают полицейские об этом. Знают и переправляют. Но взятки давать все-таки не принято. Вот кто бы мне что ни говорил. А тем более бумага не принято. Не-не-не, Юрий, в огромных количествах. Но, тем не менее, пересекают наркотики границу. Пересекают? Ну что, они пересекают просто так? Вот что, никто полицейский не знает об этом? А вот потому что вы, господин Субботник, не подали иск против Обамы, да. Когда вы ехали, и он вам прекратил путь. Вот с этого все начинается, да. Ну, и? Вот. И очень важный, на мой взгляд... Ну, значит, мы сказали, что дифференцированный и закон должен быть строг. Попался пьяным. Еще до того, как ты кого-то собьешь. Тебя уже посадили. Все. Тебя надо исключить. Машин много. А может быть легализовать, вот, либо пожизненно, либо сказать, там, миллион? А позвольте я скажу. Мы имеем немало примеров, когда есть решение суда. Допустим, оно не касается правил дорожного движения. Допустим, тоже ДТП. Взыскать ущерб. Есть исполнительный лист о взыскании с некого человека миллиона рублей. Что мы с ним можем сделать? В принципе, ничего. Если у него нет имущества, копеечная зарплата, с которой высчитывается 20%, и все. То же самое будет и со штрафами. По 500 рублей в месяц. Да, поэтому здесь можно хоть миллион. Более того, когда эти штрафы превысят какую-то разумную величину, он может спокойно кататься, зная, что он даже за три жизни столько не заработает. Мы можем ему еще в 100 раз больше штраф назначить. Есть что делать. Единственное, что приходит в голову за наиболее злостное нарушение, конечно, лишение свободы, в том числе и за пьянку. И, кстати, это было в Советском Союзе в 91-м году. Статья была отменена. Это было 211-й прим за повторный в течение года управления автомобилем в состоянии опьянения. Ее отменили 20 лет назад. Сроком, да? Там был небольшой срок, год или два, но тем не менее была судимость, отлучение от семьи и помещение в соответствующую среду. А вот давайте мы продолжим эту тему. И после новостей к нам еще присоединится сенатор Владимир Федоров. Он бывший начальник главного управления ГИБДД МВД России. Сейчас выпуск новостей. 19.32 в российской столице. Это реальное время. Финам. Финам. У микрофона Юрий Пранько. Здесь Вячеслав Субботин, зам главного редактора журнала «За рулем». И Сергей Радько, адвокат-эксперт Международной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». Убийцы на дорогах. Что делать? Кто виноват? Это понятно. Виноваты в том числе и мы все с вами. Потому что допускаем вот это выделение на белых и пушистых, на черных и приземленных. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Финам. Наши средства коммуникации. На портале также идет и прямая веб-трансляция. Звоните, пишите. Мне крайне важно услышать и ваше мнение. Сейчас на прямой связи со студией Финам. Финам. Сенатор, бывший начальник главного управления ГИБДД МВД России, генерал-лейтенант милиции Владимир Федоров. Владимир Александрович, вечер. Добрый. Добрый вечер. У нас не так много времени, но я все-таки хочу вам задать этот сакраментальный вопрос. Вот что делать с теми, кто попадается по пьянке или в состоянии наркотического опьянения? Вот ваш взгляд, как и профессионала, и как законодателя. Садить посадки нужны? Спасибо. Думаю, что посадки все-таки нужны для тех лиц, кто не понимает всей тягости наказания административного. То есть, первый, на третий раз, может быть, и нужны посадки, но не на очень большие сроки. Ну, дело в том, что, ну, вряд ли наше исправительное учреждение кого-то исправили. И, как правило, все равно это будет колония-поселение. Но за первый, второй раз, я думаю, что можно ограничиваться административным взысканием. То есть, лишение права и одновременно личный штраф. Вы считаете, что от этого будет эффект, да? Вы знаете, я почему считаю? Потому что, когда создалось МВД России в 90-м году, каждый четвертый водитель, который совершал происшествие, был в пьяном состоянии. Сегодня это 7%. То есть, 25% и 7%. То есть, те меры, которые принимало государство, да и служба госроинспекции, все-таки свои результаты дали. Если погибало в 90-е годы, грубо говоря, в год где-то 8 тысяч под колесами водителей пьяных, то сегодня это большая цифра, но все равно это цифра чуть больше двух тысяч. Созласитесь, дистанция огромного размера. Две тысячи, а это по причине столкновения? Нет, именно если по вине пьяных водителей. Это и наезды на пешеходов и так далее. Нет, я просто говорю о том, что меры эти свое дают, а понимаете, вводить для всех посадки, есть такие предложения, что в уголовный кодекс всех сажать. Ну, и так, еще раз говорю, что все-таки декриминализация у нас уже в стране прошла, и так у нас слишком многое все-таки сидит сегодня. Я с вами соглашусь, и никто, я думаю, там особого исправления и не надеется на него. Владимир Александрович, а... Да, поэтому те, кто не понимает и стремится за руль после решения, вот тех надо, да, хотя бы пусть это будет небольшой срок выключения, там полгода, три месяца, но пусть посидит и подумает. Еще один вопрос, связанный с вашей бывшей работой, это упреки, я так мягко формулирую, упреки в адрес госавтоинспекции. На ваш взгляд, эта структура, вот сейчас вы уже законодатель, поэтому я вам задам этот вопрос, на ваш взгляд, она напрочь коррумпирована, то есть все, там нету честных офицеров, честных сотрудников, или все-таки коррупция хоть и присутствует, но пока не поглотила это ведомство? Да, упаси вас Бог, конечно, там огромное количество честных, добросовестных людей, здесь сомнений даже, вот у меня никаких не возникает. Просто последние годы, к сожалению, ведь эта ржавчина охватила не только... И где у нас? Не так, я не прикасался. Все, нет, у нас времени мало, но мы услышали, мы услышали, да, господа Вячеслава Сергеевна? Да. Что, побойтесь Бога, там масса честнейших людей в госавтоинспекции. Как бы их встретить на дороге? Это хороший вопрос. Как бы с ними потолковать? Где вы их, честные? Как бы потолковать, поднимите руки. Прозрачные. Или как-то вот значоком отдельно, да, вот выделять. Я не беру. Он тоже будет стоить денег. А, он будет стоить тоже денег, да. Ну вот смотрите, сейчас вот все говорят там, ужесточай, ужесточай, ужесточай. А иных методов совсем нет? Есть. Например? Да есть. Очень важный метод, который нужно использовать, но его пока не пользуют. Он существует во всех моторизованных странах, во всех моторизованных. И это главная движущаяся сила порядка на дороге. Это контроль водителей за водителями. Везде, всюду. Нарушил, даже бычок бросил. Звонок в полицию. Номер передали, все. У всех, мало того, у всех же есть регистраторы. Вот запись нарушил, переправил, все, штраф. Штраф, штраф, неотвратимость, наказание. Тут же, сразу. Денежные. Ты нарушаешь постоянно. Вот у тебя там 50. У тебя страховка вылетает опосредованная. Уже не полиция, а страховая компания этим занимается. У тебя страховка в 10 раз. Хлоп. А тебе выгодно. И, наконец... Кстати, материальная мотивация очень эффективный метод. Конечно. И, наконец, мне так кажется. Я противник всегда был. Вот страшный противник. Приходится возвращаться к бальной системе. Как это существует в Штатах. Все это в Штатах. У меня живет там немало друзей. Они как черт ладана, так сказать, бегают и боятся получить свой тикет и баллы. Просто, ну, это все. Это означает, что это придет к тебе мало того, что у тебя страховка поднимется после определенного набора баллов. Это еще передадут на работу. То есть через страховые компании, которые тебя страхуют, они передадут на работу. Хочешь поменять работу, а тебе скажут, ты парень, да ты неадекватный. У тебя там 5 нарушений в году. Да, тем более такой автомобиль из страны, как Соединенные Штаты. Хотя, по-моему, Москва сейчас уже пришла. Так мы к этому приходим. Ты неадекватный. Ты нарушитель. Ну, все. Конечно, нужно обязательно. Я помню, был у нас такой случай. Что-то я прикручивал номера, скручивал номера. Ну, когда занимался перегоном автомобиля. Это было в Германии. На заправке меняю номера. У меня были какие-то там транзитные, бумажные. А мне нужно было через Польшу проехать. Ну, неважно. Вот я скручиваю номера. И вижу, как приезжает один бюргер. И как-то посмотрел так недобро на меня и поехал. Ровно через 6 минут. Через 6 минут появилась полиция. Говорит, вы что тут делаете? Где ваши номера? Все, меня тут же заложили. Мгновенно. И там так это происходит. Я соглашусь. Это не сексотство. Нет. Нет. Это думы о собственной безопасности. Вот вы когда-нибудь... Я обращаюсь к слушателям. Сидящие в этой студии-то наверняка замечали. А может быть и вы тоже. А значит, вот идет русская дорога. Хорошее полотно. Все замечательно. И рядом с этой дорогой на обочине идет такая еще одна сплошная. Она не специально сделана. Но она рукотворная. Это бычки. Ну. Это сплошная. Вот просто которая не имеет себе равных нигде. Я такую сплошную больше нигде не видел. Это ужас. Она разрывается только на перекрестках. И дальше вновь поехала. И так до самой и до Москвы. Я согласен с Субботиным. Да. Так вот. Почему бы они действительно не садились? А на прокурорстве как быть? Юрий. Самый последний. Самый последний пример. Вот только что в интернете он прозвучал. По-моему, то ли бельгиец, то ли швейцарец опубликовал видео, что он ехал со скоростью под 300 км в час. В Ютьюбе. Ну вот так красиво. Спидометр. Только спидометр показал. И тут же его на пятую точку посадили. Да. Тут же лишили прав. Все. Огромный штраф. Я в курсе этого. Ну так вот. Это правильно. Так все сводится опять же к усилению наказания. Не к усилению. Фактически. Фактически. То есть штрафы. К фиксации и неотвратимости наказания. И кстати, когда наши граждане незаконопослушные выезжают за границу, там они почему становятся законопослушными? И ремнями пристегиваются, и фару включают, и ничего не нарушают. Потому что понимаешь, что там штрафы не в пример нашем, и проблемы с визами, с въездом и выездом, шенгеном и так далее. То есть в конечном итоге я думаю, что мы к этому тоже придем. Только если у меня одно опасение, что мы ухудшим положение граждан, примем много законов, по которым будет много штрафов, повышение страховок и так далее, и больше не изменится ничего. Вы знаете, какой был забавный случай? А, очень-очень интересно. Я помню, мы ехали, по-моему, то ли в Швецию, то ли в Дании. Ну, не помню. Один наш коллега, журналист, там ограничение было, по-моему, 110. Он поехал 150. И вот тут же полицейский достал, вот тут же. Остановил, и каково же было наше удивление. За что же вы думаете, он его штрафовал? За превышение скорости? Это так забавно было. Нет. Он его штрафовал за то, что он превысил скорость, потому что слишком быстро ехал, и очень... А это поселение городское было, ну, там, поселок был, потому что он совершил много выбросов вредных ЦО, потому что ехал быстро, много выбросов, вот за это... Ну, это Европа, скучная Европа, они не знают, как себя повеселить. Стимул ехать хорошо теперь есть, не важно, как это называется. Сергей, подожди, но вы сказали почему-то, вот у вас пессимистический такой взгляд. То есть, ну, мы принимаем законы, да, там, повысим штрафы. Как в плане повышения, то, конечно, эти законы мы будем. Улучшим благосостояние сотрудников ГИБДД, да, и ничего не изменится. В конечном итоге вряд ли что-то изменится, пока мы себя не перестроим. Ведь на самом деле ведь ни прокурорские работники, ни депутаты и президенты нарушают правила и убивают 30 тысяч. В принципе, такие же простые люди. Но эти тоже нарушают. Естественно, естественно, но подавляющее большинство — это совершенно простые люди. Совершенно те люди, у которых нет в кармане какой-то корочки и блатных номеров. Именно они совершают грубейшие нарушения, ездят в пьяном виде и так далее. Они позволяют себе, а мы фактически позволяем... Я согласен, как вот объяснить человеку, да, будучи пьяным, не садиться за руль. Для меня... Я вот не пьющий, да, то есть мне это вообще неинтересно. Я могу выпить там вина, я могу там стакан пива, могу даже два, да, ну и все. И мне вот абсолютно неинтересно это. Люди стоят спьяные. Я понимаю, что в тот момент они не отдают отчет, но есть же те, кто их окружает. Вот в Японии, если ты едешь с водителем спьяным, вот пассажир... Обязан сообщить или наказание, да? Ты обязан сообщить, если ты не сообщил, то у тебя точно такое же наказание, это примерно 3 тысячи долларов штрафа. Правильно. Точно такое же наказание, как и водитель. Представьте, что было бы у нас, если бы такое наказание ввели. Было бы здорово. А почему нет? Все, почему нет? Ну, а на самом деле, ну вот как объяснить? Возникает вопрос встречный. Вот есть сейчас статья за передачу управления пьяным, да, тормозит инспектор и говорит пассажир, уважаемый, с вас штраф в 3 тысячи долларов или по нашим меркам там 100 тысяч рублей, да, за то, что ваш водитель пьян. А откуда я знаю, что он пьян, если он пьян не настолько, что он из-за руля вываливается, а, например, есть признаки опьянения и те самые пресловутые приборы это опьянение выявляют. Сергей, ну мы проходили... Мы не говорим в случае, когда он там из-за руля падает, но тем не менее. Да мы проходили, ты не имеешь права. Вот если вы окажете на месте этого пассажира... Да, такой ты умный. Вот если мы будем на месте этого пассажира, я думаю, что мы еще подумаем, стоит ли такой закон вводить. Стоит, стоит. Ты всегда знаешь, с пьяным ты садишься или нет. Боюсь, нас депутаты услышат, а мы скоро что-то подобное увидим. Понятно, садишь ты с пьяным или нет. Что вы предлагаете, я не могу понять. Вот кроме папственного высказывания о том, что надо менять все вокруг, начиная с себя, что еще? Первое, что я предлагаю. Во-первых, всем, кто сидит за рулем, еще раз правило перечитать и освежить память, потому что многие их не знают и ездят по памяти. Пункт второй. Второй. Взаимное уважение к друг другу и к пешеходам, и к другим участникам дорожного движения. И чаще сейчас стали пропускать пешеходов, мы это наблюдаем. Наблюдаем, да. Все-таки это есть. Да. Вот, соответственно. Третьим. Наверное, тоже нужно менять законы, чтобы мы понимали, что даже если у нас все будет хорошо организовано, все равно законы должны быть жесткие в плане нарушений, в плане наказаний. Здесь Вячеслав Субботин и Сергей Радько. Они в реальном времени на Финам.фм. Краткий выпуск новостей и ваши письма со звонками. 65 10 99 6, код Москвы 495. Финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. После новостей вернемся. 19 47. Реальное время. Финам.фм. Здесь Вячеслав Субботин и Сергей Радько. Говорим о ситуации на дорогах. Ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Ваши письма на финам.фм. Ну вот мне тут сообщили в Твиттере, что и Собянин предложил сажать пьяных водителей в тюрьму. После, значит, он прокомментировал вот эту резонансную аварию, в которой погибла актриса Марина Голуб. Вячеслав, по словам, значит, Собянина, нужно не только добиться большей эффективности от ГИБДД, но и одновременно ужесточить санкции для самих автомобилистов. Слушайте, мне вот нравится реакция тоже власти. Идея не новая, кстати говоря. Да. Вот, 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 если бы не это, если бы не Минская, если бы не то, да, вот они что сидели-то все? А, кстати, вот если бы не было Минска и погибшей Марина Голуб, говорили бы сейчас так в обществе об этом? Мне почему-то думается, что не было бы такого наказа растения. Я тоже так думаю. Потому что, как это произошло, активно началось обсуждение именно этой тематики. Да, нет, говорили бы. Ну, потому что вот эта количественная составляющая, она подходит к своему критическому массе. Ну, то есть уже какая-то масса произошла, да. Конечно, произошла. Ну, не голо. Ну, произошло бы другое ДТП, например. Борис Мансиев был бы, ну, я не знаю, там, готовый, пардон, как говорится. Но мало ли. Всегда, всегда аварий много. Аварий много, знаменитых людей много. И обязательно что-нибудь случилось. Все равно резонансное случается. И это не обязательно, там, семь человек... Ну, не такое трагическое, но, к сожалению, вот произошло именно это. И будет. Ну, у нас все равно запоздало. У нас приторможенная власть. Вот кто бы ни что ни говорил. Они регидают уже постфактум. Алексей пишет. Для начала нужно кардинально улучшить качество дорог, убрать мигалки и прочих привилегированных и пропагандировать культуру вождения. Так кто же против? Нет, ну, нужно, конечно, с пешеходными. Вот мы сейчас занимаемся пешеходными переходами. То, что мы видим, это, конечно, ужас. Мы нашли, я помню, мы нашли один такой пешеходный переход, такой забавный, прям через магистраль, где в каждом направлении по четыре полосы идет пешеходный переход и в центре упирается в разделитель. Ну, то есть натурально зебра нарисована, в центре она упирается в разделительный барьер. Ну, вообще никакого прохода. Видел такой на новой Рязанке. Да, да, ну, это... То есть барьер ставит одна организация, рисует другая. Ну, как-то они не согласовали свои данные. Ну, решительно, поэтому, хотя бы давайте начнем с пешеходных переходов. Наконец, тот, кто строит дорогу, берет ее в концессию, получает деньги от государства, обязательно построит пешеходный переход. Надземный или подземный? Ребята, нельзя просто нарисовать зебру. Нельзя. Я добавлю регулируемый, потому что нерегулируемый пешеходный переход, где более двух полос, это смерть для пешеходов. А у нас есть переходы, где четыре полосы и шесть полос. Да. Даже на Условом Услове. И это цирк Шапито в кавычках. Это страшно, на самом деле. Как его не освещай. Страшно ехать, страшно переходить. Как его не освещай. Как его... Какие знаки не ставь. Люди будут ходить в темной одежде, и все равно их будут сбивать. Давайте строить технические сооружения, инженерные сооружения. Деньги, деньги, деньги. Не распиливать, а осваивать. В любви светофонного объекта одного я слышал, что в пределах пяти-шести миллионов. Деньги страшные тратим на дороги. Просто страшные. Которые в разы превышают бюджеты одного километра дорог в любой европейской стране. Ну, что-то благосостояние там, да. Нам пытаются сказать, что да не, ну мы же этим, мы же мы учитываем, что мы эти деньги... Ой, тут пропаганда на днях говорила, с кем же они сравнили-то? Я помню точно, что пропагандисты эти, которые, они отрабатывают всегда, да, за хорошую зарплату, им власть платит, они отрабатывают. И вот они, что же они сравнили? То ли с Канадой нас, то ли с, я не помню, с кем-то из северных стран, да. И, в общем-то, вывод такой. Мы ничего смотримся на их фоне. Очень даже ничего. И это все ложь, кто говорит, что у нас самые дорогие дороги. Я лично видел вот этот сюжет по одному почему-то информационному каналу, он тебя называет, да? Вот. Ну ладно, не они сегодня, да. Добрый вечер, в эфире как вас зовут? Алло, добрый день, Павел. Да, Павел. Выключите только приемник и общайтесь с нами по телефону. Выключил. Слушаем вас. Вы знаете, что? Наверное, неприятная вещь скажу, но вот зачастую сотрудники КПДД очень похожи на водителя и наоборот, потому что это все-таки один народ. Мне пришлось проезжать через 7 часов через тот перекресток, где вот актриса погибла. Да? Лобачевского, Вернадского, да? Да, да, да. Вот к этому времени машины не были убраны. Я, может быть, не знаю всей технологии работы, да? Там, следователи, эксперты. Ну, наверное, за 7 часов можно было бы что-нибудь сделать. Вот. А помимо этого, или как бы, да, вот с одной стороны, я вижу скучающих сотрудников, которые там стоят в небо, смотрят, просто ничего не делая. А с другой стороны, неприятно поразили водителей, которые, приезжая, притормаживали и, ну, это даже интересно-то нельзя назвать. Это какое-то нездоровое такое чувство. разглядывали вот это место. Такое ощущение, что вот они готовы были остановиться и фотографировать там это все. Это при каждой подобной трагедии наблюдается. Все тормозят и смотрят. А я не знаю, вот какой это интерес? Вот объясните мне, Сергей. Я не могу это объяснить. Это шизоидное состояние, на самом деле. Это, видимо, уже вопрос больше по части психиатрии. Потому что, допустим, происходит ДТП на МКАДе. Другая сторона МКАДа притормаживает, в этом месте все смотрят, кто фотографирует. И пробка не там, где ДТП, а на противоположной стороне. А там некоторые даже вещи в Ютьюб выкладывают. Это нормальное, естественное человеческое состояние. Это ненормальное. Это нормальное. Это ненормальное. Притормаживать, рассматривать. Абсолютно нормально. Это свойственно любому нормальному человеку. Да, это любопытно. Да, это, может быть, со стороны выглядит, но останавливается и смотрит. Кто-то ужасается. Вряд ли найдется абсолютно, кто будет смаковать. Можно проехать просто, глянуть, а можно остановиться и рассматривать во всех подробностях. Павел про эту ситуацию говорил. Да, Сергей, да, останавливаются на обочине. смотрят, да. Так, Валерий пишет, а почему если в Европе ты перестроился три раза за две минуты, то за это штраф, потому что это опасно, а у нас сидят в засаде и ждут вопрос, чего они ждут. Может, пусть поработают немножко? Да, они же работают. Валерий, вы меня на что толкаете? Вот господин Федоров, да, бывший начальник главного управления ГИБДД МВД России, нынче сенатор, он даже оскорбился, задал этот вопрос. И отключился. Да, и отключился, и потом. Но он произнес эту сакраментальную фразу, что там очень много честных людей. Мы их просто не знаем. Но то, что есть нечестный, не оспаривалось, кстати. Да, это тоже правда. Вот здесь вот Валерий, да, сказал интересную мысль, что там два-три раза перестроился, нарушение. Как это происходит? Как это люди позвонили? То есть люди видели, позвонили, доложили. Стуканули? Стуканули. Потому что они преследовали собственной корыстной цели. Конечно. Собственной личной безопасности. Да, именно так. Вот этого вихляния. Мало того, существует очень строгая норма, и я был свидетелем ее. Называется бампинг. Страшные нарушения. Просто страшные. Лишают прав за это. Если ты подъехал к водителю, не дай бог, там на автобане и мигнул фарами, чтобы тебе уступили дорогу. Ну все, ты пропал. Тебе лишают прав. Сразу. Что случилось с одним из наших коллег журналистов. Вот сразу. Не знал. Не знал. Подъехал. Он очень напористый, нагло ехал. Так, как это делают в Москве. Подъехал, помигал фарами. Все. Через два километра его приняли. Готов. Как-то у меня давно, правда, уже в гостях был Владимир Познер, который рассказывал о своей поездке, значит, сургантом по Америке. Ну вот это известная история, одноэтажная Америка. Вот он говорит, больше всего, что меня не порадовало в нашей российской делегации. Это те штрафы, которые я получил по итогам этой поездки. Хотя мы соблюдали, мы старались. Но, то, о чем говорит Вячеслав Суботин, стучали там по полной программе. То есть, как только что, сразу полиция. И все. Штрафы очень большие заплатили. А потом поездка была во Францию, и там тоже очень большие счета были выставлены. Ну там нельзя вообще... Познер негодует. Ну как? Во Франции нельзя превысить скорость даже на один километр в час. Если в любой стране, там, в Штатах можно там на пять миль повысить, ничего страшного нет. У нас можно повысить на 20 километров в час, потому что штраф 100 рублей, да? До 10 не наказуем, а от 10... Нет, 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 там до 20. Там градация от... До 20, от 20 до 40, от 40 до 60. Если вы 60, то лишение прав. Да? Вот. А там, во Франции, на один километр превысил, все, получи. Камера Саркози, это страшная штука. Да. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Юрий, добрый вечер. Уважаемые гости. Меня зовут Сергей. Я согласен, конечно. с вашими гостями в студии, что нужно уравнять в правах на дороге всех, в том числе судей, прокуроров и так далее. А вот кто это должен сделать? Сергей, вот кто это должен сделать? А судьи кто? Да, вопрос. Кто должен судить? Кто это должен сделать? Кто ужесточает законы, наверное, Государственную Думу? А кто будет его применять и исполнять? А потом этому депутату, да, значит, прокурор скажет, слышь, что? Как вы, Валерий Вячеслав, говорите? Семенович, да, слышишь? Семенович, ты не наглей, такие законы-то не принимай. Вы же все время в своем эфире говорите, ну где же наши законы? Кто же их будет исполнять? Да я согласен с вами. Просто, понимаете, я думаю, что воли-то у них нету на это. Ну и второе, конечно, нужно бороться с пьянством и алкоголизмом не только на дорогах, но и вообще в нашей жизни. Тогда будет и на дороге порядок. Спасибо. Вот по поводу закона, кстати, согласно тому же закону, который сейчас есть и действует, сотрудники ОВД, органы внутренних дел, за нарушение правил дорожного движения отвечают на общих основаниях. Только к ним не применяется административный арест, но все остальные наказания, включая лишение права управления, штрафы, должны применяться. То есть закон-то есть. Вопрос, почему он не работает? Почему мы не слышим, когда лишили бы какого-нибудь сотрудника? Я с нашим слушателем, Сергеем, конечно, соглашусь. Надо требовать, и причем не возлагать надежды на сакрализированную власть в виде господина президента. Царя-батюшку дать. Да, в конце концов, пусть занимает своими прямыми обязанностями. Общество требовать. Вот пафосно звучит, да, но общество требовать. Вот есть этот прокурор, да, о нем должна знать вся страна. Вот просто СМИ, не вот эти вот там придворные, они о Гондурасах расскажут, о Викарагуе расскажут, о Сирии расскажут. Я имею в виду пропагандисты, которые на наши деньги с вами работают. Называются телевидением, да? Вот об этом они должны говорить. Ну, они же помалкивают. Но есть другие СМИ, в конце концов. Есть социальные сети. Вот этот подонок, который сбил, да, людей, или который нарушил правила, неважно, что он прокурор, он должен отвечать за это. Ну, да, да. Хочется ему или не хочется? На сегодняшний день хотя бы перед обществом. Да, вот таким образом. А через общество, перед законом, на самом деле. Да. Добрый вечер, как вас зовут, Алло? Алло, добрый вечер. Меня Александр зовут. Я тут услышал тезис еще в первой плане программы про культуру вождения, что массово, что она повысится, как в Китае повышалась. Я могу сказать, что... Я 10 лет уже по Москве езжу каждый день. Могу сказать, что, в принципе, вот культура вождения, ну, водителей, она в среднем очень сильно повысилась по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Но то, что мы тут все обсуждаем, помимо равенства на дороге, это как и любая сложная, вот такая вот большая проблема, она очень системная. И тут надо затрагивать уже другие совершенно высокие... С чего начинаем? Хорошо, с чего начинать-то? Понимаете, вот не с чего начинать, а с кого и с самого верха. Вот просите, когда одним друзьям в государстве можно делать все, вот эта система распространяется и как бы тиражируется дальше вниз и доходится с дорогой до ГАИ, до всего, и до вот этих молодых людей, которые по три раза пьяными откаживаются и потом ездят дальше и сбивают машину на полном ходу. Это же тоже все отголовки вот этой вот системы, что кому-то можно, кому-то нельзя. Это все идет на самый верх. Вот и... Да, да. В этом есть доля правды. Но, понимаете, когда мы пеняем вот только туда, на самый верх, да, мы признаемся в своей... в своей неспособности влиять на ситуацию. На себя, прежде всего. В комплексе. Да, то есть мы, получается, закомплексованные люди, да. Почему кто считает или кто их назначил быть небожителями? Никто. Они слуги на ваши деньги работающие и не более того. А мы сами вот начинаем сакрализовывать их вот как, да, царь-батюшка. Вот давайте, царь-батюшка. Вот давай, дорогой, сделай нам. Не сделает. Потому что его принцип своих не сдаю. Поэтому на него рассчитывать не стоит. Рассчитывать надо на себя. Господа, спасибо огромное. Я искренне надеюсь, что вот сегодня наш последний слушатель, да, дозвонившийся, сказал, что культура вождения повышается. Я искренне надеюсь, что так оно и есть и это будет как-то в геометрической прогрессии идти. Вячеслав Субботин, Сергей Рачко. Реальное время. Финал МФМ.